Если у рядового геймера спросить, какую игровую кампанию он считает самой, мягко сказать, избалованной деньгами, то с большой долей вероятности он назовёт Activision с акцентом на непосредственно её босса Бобби Котика, который, такое впечатление, скоро начнёт тонуть в банкнотах с американскими президентами, а ки всем известный персонаж Эрдиарда Киплинга. Если вы не знали, по итогам 2020 года ему выписана не самая скромная премия в 200 миллионов долларов, на фоне того, что из компании было уволено полсотни сотрудников, потому что, мол, пандемия, денег нет, держитесь, хорошего настроения, дверь там. Именно по этой причине Activision понятия не имеет, как в сегодняшних реалиях можно сделать Warcraft 4. Классические стратегии — принести прибыль, сопоставимую с аппетитами как минимум одного только генерального директора — просто не способны. Сама франшиза, тем не менее, умудряется быть на редкость плодовитой. Активно развивается Hearthstone. World of Warcraft в ноябре разжилась дополнением Shadowlands и чуть ранее получила вторую жизнь благодаря классическому переизданию, которое в этом году расширится с Burning Crusade. Ещё мы с вами уже знаем, что по Warcraft делается крупная мобильная игра, причём, внимание, в духе Pokémon GO. Косячную Warcraft 3 Reforged вспоминать необязательно. Осенью WoW исполнится 17 лет — колоссальное число для MMORPG, при условии, что она до сих пор остаётся одной из самых востребованных у аудитории. Предлагаем вам вспомнить, как она развивалась. World of Warcraft 2004 год. Каким он был перед запуском WoW? Это время перемен. Время, когда в игровой индустрии витал дух революционности и невероятного прогресса. Где-то технического, а где-то духовного. Это время, когда расширялись границы, а обычный геймер сидел у монитора с отвисшей челюстью, регулярно приговаривая «Воу, а что так можно было?». От искусного сочетания сюжета и свободы в GTA San Andreas и невероятной графике в Far Cry до дизайнерской гениальности в Half-Life 2. Удивительно, но вышедший 23 ноября 2004 года World of Warcraft в сравнении с другими оказалась достаточно дружелюбной к новичкам MMORPG. Это сейчас старые волки рассказывают, что раньше трава была зеленее, а игры в разы хардкорнее, но для продвинутой аудитории того времени творение Blizzard выглядело, как будто создавалось для детей. Почти отсутствовали штрафы за смерть, боёвка была интуитивно понятна — развитие персонажа не требовало прочтения тонны мануалов и гайдов. Нас не заставляли гриндить одних и тех же мобов день за днём, до максимального уровня можно было добраться спокойно, выполняя квесты в компании друзей. World of Warcraft приютило тысячи бешенцев из других именитых ММО, например, EverQuest и Star Wars Galaxies. Шутка ли? Чтобы удовлетворить аппетиты игроков, было запущено 88 серверов. Проект набирал просто ошеломительную популярность — за два года существования число активных подписок выросло аж до восьми миллионов. Стало понятно, что вскоре героям понадобятся новые земли для исследования. The Burning Crusade 16 января 2007 года выход дополнения The Burning Crusade поставил точку в вопросе, в каком жанре будет развиваться история мира Warcraft. Жанр RTS сдавал по всем позициям современному монстру гейминдустрии — MMORPG. Появлялись всё новые и новые анонсы глобальных онлайновых ролёвок, и каждая из них, конечно, желала повторить успех World of Warcraft. Одной из первых игр, которой пророчили титул «Убийцы Вов», стала Age of Conan. Она обещала нам основанную на реакции боевую систему, шикарную графику и взрослую тематику. Чёрт, да там можно было отрывать врагам головы! Эпоха Конона смогла добиться показателя в один миллион проданных копий, но разочаровала фанатов. Релизная версия кишела багами, большая часть обещанного отсутствовала, эндгейм-контента почти не было — вскоре о проекте забыли. Позже многие прошли по стопам Age of Conan, но стать «Убийцей Вов» никто не смог по сей день. Первое дополнение открыло портал в новый, но такой знакомый для любителей Warcraft 3, «Мир за пределье». Мы получили возможность увидеть знаковых для франшизы героев и антагонистов, и даже сразиться с ними. Ещё недавно мы проходили кампанию ночных эльфов, играя за Элидана, а теперь нам предложили выйти на бой с ним самим. Помимо лора серьёзно обновили PvP-систему, добавив новый режим, который популярен по сей день — арены. Рейды стали намного сложнее и тем самым интересней. The Burning Crusade вышла эталонным аддоном — даже сейчас многие фанаты называют его лучшим за всю историю Warcraft'а. Для желающих пережить эмоции тех лет, Blizzard анонсировала в этом году The Burning Crusade Classic. Wrath of the Lich King 18 ноября 2008 года мир увидел новое дополнение к World of Warcraft — Wrath of the Lich King. По примеру The Burning Crusade Blizzard продолжала вводить знакомых для серии персонажей. В этот раз нам довелось столкнуться с Артасом Минитилом, Королём Личем и его армией нежити. Рейды стали более захватывающими. Например, Ульдуар многие старожилы помнят до сих пор. Ещё бы! Как можно не полюбить рейд, где с первых же секунд вам дают в распоряжение личный танк и целую армию врагов, которых так приятно давить огромными колёсами. А одолев их, вы столкнетесь с гигантской машиной смерти — Левиафаном. И это только первый босс. К старту аддона число активных подписок достигло отметки в 10 миллионов, и не было ни одного месяца, в котором их рост становился бы отрицательным. Другие выходившие MMORPG кое-как барахтались в надежде достичь хотя бы одного миллиона пользователей. Обратим внимание, что World of Warcraft была и остаётся buy-to-play игрой с ежемесячной подпиской. Такая система отпугивала многих — в те годы люди с опаской тратили деньги в интернете, да и логика их была довольно проста — зачем мне ещё платить каждый месяц, если я и так уже купил игру? И всё равно WoW обгоняла любого конкурента по онлайну в десятки раз. Знаковые для того времени Warhammer Online и Lord of the Rings Online, даже имея такой серьёзный фундамент в виде книг, игр и фильмов, даже близко не смогли повторить успеха Blizzard. За первые сутки старта продаж было продано 2,8 миллиона копий, что поставило новый мировой рекорд — прошлый был у дополнения The Burning Crusade в 2,4 миллиона копий. В это же время World of Warcraft появилась на китайском рынке, правда с некоторыми изменениями. К примеру, кости показывать было запрещено, поэтому там локализованный клиент выглядел не совсем так, как привыкли его видеть игроки из других стран. Blizzard подошла к вопросу с долей присущего ей юмора. Достаточно забавно наблюдать, как в подземелье злых некромантов вместо гниющих кусков плоти на полу лежат буханки свежего хлеба. Wrath of the Lich King стала поворотным моментом в судьбе всей World of Warcraft, которая всё больше и больше симпатизировала обычным игрокам, нежели хардкорным. Появился поиск подземелий, и отпала необходимость самому искать пати. Один клик — и ты уже внутри данжа, с группой рандомных пользователей. С выходом новых рейдов стало возможным в кратчайшие сроки обзавестись экипировкой, которая на порядок круче того шмота, что подал в старом рейде. В целом, это дополнение можно назвать началом казуального Варкрафта. 7 декабря 2010-го мир Азерота был почти полностью изменён с выходом нового дополнения — Катаклизм. Пробуждение юганского дракона Смертокрыла обернулось катастрофой, от которой пострадала чуть ли не каждая локация. Зоны потеряли свой старый вид. Где раньше цвёл зелёный лес, теперь зиял огромный разлом. Некоторые маленькие города были полностью разрушены — и это лишь малая часть случившихся трансформаций. Сотни добавленных заданий, преображённые подземелья и перекроенный ландшафт заставляли по-новому взглянуть на Азерот. Забавно, что разработчики, внеся столько изменений, сами в них запутались. На одной из сессий вопросов и ответов во время общения на тему сюжета игры парень в красной рубашке задал вопрос, который поставил в тупик самого Криса Медсона, ответственного за лор мира Варкрафта. Оказалось, что они нечаянно убили важного для истории героя. Создатели извинились перед фанатом и пообещали всё исправить. В будущем этот персонаж ещё не раз будет появляться с каверзными вопросами. Blizzard даже добавили в честь него NPC с именем знаток истории, который выглядит как двор в красной рубашке. Игровые механики тоже претерпели кардинальные перемены, старое древо талантов было убрано в угоду более упрощённому. По количеству изменений, Катаклизм стал одним из самых крупных аддонов в истории Варкрафта, а продажи опять побили свой же рекорд — 3,3 миллиона копий за первые сутки. В этом дополнении добавился поиск рейда, благодаря которому любой игрок смог насладиться данным режимом, но боссы в них имели сильно упрощённые механики, позволяя справиться с ними даже ребёнку. Это нововведение до сих пор вызывает горение пятых точек у любителей PvE, так как люди получили возможность лутать стоповый шмот без каких-то видимых усилий. Да, пусть он и ниже по характеристикам, чем дроп из нормальных рейдов, но сам факт подобного занижает саму ценность рейдов. Катаклизм — первое дополнение, после которого люди начали массово уходить из Вовки. Со старта Катаклизма и до его конца игра потеряла почти 3 миллиона пользователей. Это связано с разными факторами. Кому-то не понравились кардинальные изменения нового дополнения, кому-то новый дизайн их класса. Также многим было банально нечего делать — обновления стали выходить довольно редко, растягивание контента особенно остро ощущали старожилы. В базовой игре и в первом дополнении патчи сменялись достаточно бодро, не заставляя подолгу засиживаться в одном и том же рейде. Например, последний крупный апдейт «Ванильного Варкрафта» просуществовал всего 106 дней, после чего был выпущен The Burning Crusade. Во втором дополнении, финальный рейд простоял чуть дольше — 203 дня. В Wrath of the Lich King уже целых 308 дней. Как людей не тошнило от вида одних и тех же боссов день за днём — загадка. Катаклизм мучил фанатов чуть поменьше — всего 273 дня. Пользователи прекрасно понимали, что если уже пройдено всё, что дополнение могло им дать, то оплачивать подписку нет смысла. В то время рынок MMORPG стал захлёбываться в притоке новых проектов, и найти себе более интересное развлечение было уже совсем нетрудно. Мисцев Пандерия 25 сентября 2012 года вышло дополнение Мисцев Пандерия. Оно предлагало игрокам двух фракций объединиться и исследовать родные земли пандеренов, мир которых можно описать как «что если бы в мультике кунг-фу панда были только панды». Обновка выбивалась из общего стиля, и многие не смогли этого принять. Количество активных подписок продолжало стремительно падать — до цифры в 7 миллионов. До сих пор на форумах ведутся дебаты, хорошим или плохим был этот аддон. Если брать изменения, их оказалось по минимуму. Ввели новую расу, доступную обеим фракциям — это, собственно, пандерыны. А в остальном всё было шаблонно. Кстати, в Мисцев Пандерия последний рейд «Осада Аргриммара» простоял 399 дней, что тоже негативно отразилось на настроении игроков. Ходить больше года в один и тот же рейд — ну, спасибо, Близзард. Для нас главный вопрос — ради чего стоит сражаться? Warlords of Draenor Следующее дополнение должно было вернуть любовь фанатов, ведь им предлагали окунуться в прошлое обожаемого ими мира. Warlords of Draenor дало возможность ощутить себя путешественником во времени и взглянуть на историю орков. Для поклонников — самое то, особенно после той пачки контента с пандами. Интерес был невероятно сильный — форумы пестрили обсуждениями и предположениями на тему, что же нам такого готовят и как мы сможем на этот мир повлиять. И вот 13 ноября 2014 года народ повалил осваивать новые, хотя технически старые, земли. Ну вот только не у всех получилось добраться до кнопки «войти в игру». Blizzard не предвидела такого ажиотажа, а может просто пожалела денег на дополнительное оборудование, но когда в первую неделю число подписок поднялось до отметки в 10 миллионов, серверы не выдержали. И сотрудники студии не придумали ничего лучше, чем вести очереди. Ох уж эти чёртовы очереди. Представьте лица людей, которые, придя с работы или учёбы, бегут поскорее войти в игру и отдохнуть от тяжёлого дня ииииии видят надпись «Ваше место в очереди сто пятьсотая, ждать осталось столько минут, что может тебе проще пойти спать» — негодованию не было предела. Но тем, кто всё же зашёл в онлайн, завидовать было бессмысленно. Серверы не справлялись с таким потоком игроков, первые две-три недели находиться в густонаселённых локациях было невозможно — задания забаговывались, перелёты работали через одно место, мобы воскрешались по двадцать минут. Но это был только старт — все терпели, ведь там впереди война с той самой Железной Ордой, про которую они читали в книгах и видели отсылки в игре. Эх, каково же было разочарование поклонников, когда они осознали, что всё противостояние осталось в синематиках. В игре же мы мирно бегали по полям и лесам, выполняя задания из разряда «Убей десять кабанов во славу Альянса». Контента катастрофически не хватало, а главная фишка дополнения — личный гарнизон — оказалась полнейшим провалом. Идея дать нам персональную базу, конечно, сама по себе хороша, но вот реализация. Мы получали закрытый ото всех замок, в котором нужно в одиночку собирать ресурсы, ловить рыбку и отправлять соратников на задание вместо себя. И в итоге нам особо и не было нужды покидать гарнизон. Игра превратилась в синглплеер с подпиской. И как только люди это поняли, то стали массово уходить. За семь месяцев число активных пользователей рухнуло аж до пяти с половиной миллионов, и от такого падения Blizzard не может оправиться по сей день. Она даже перестала озвучивать количество действующих подписок. В 2016 году на экраны вышел фильм «Варкрафт», который ожидаемого успеха не снискал. Blizzard попыталась угодить сразу всем — и фанатам, и обычным людям. Но, как известно, за двумя мурлоками погонишься, ни одного не поймаешь. По метакритику, средняя оценка фильма — 32 из 100. Но вот что интересно — при всех этих провалах, с финансовой точки зрения, это время стало достаточно прибыльным для Blizzard. Дополнение на хайпе довольно быстро раскупалось, не уступая катаклизму по числу проданных копий. Плюс внутриигровой магазин начал часто наполняться покупными маунтами и пэтами. Волну негодования вызвала ещё и новая возможность прокачать своего персонажа за два клика, выкатив за это кругленькую сумму. Всё во славу Бобби Кутика и его кошелька. Но мы будем завоевателями! ЛИДЖЕН После такого провала на следующее дополнение никто особых надежд не возлагал. Но вышедший 30 августа 2016 года Лиджен немного исправил ситуацию. Со стороны, конечно, кажется, что разработчики хотели по максимуму задобрить своих фанатов. Вот вам и новый класс, охотник на демонов, вы же так его просили. Вот ещё артефакты, дарим испепелитель всем и каждому. А, да, и Иллидан, вы же любите Иллидана. Так вот, он не умер, он опять будет в сюжете. Кто бы что ни говорил, дополнение действительно оказалось удачным — за историей было интересно наблюдать, да и контента вдоволь. Патчи стали выходить намного чаще — примерно каждые 2-3 месяца в игре появлялось что-то новое. Это разительно отличалось от Warlords of Draenor — к нему за всё время выпустили всего два контент-патча. По количеству изменений Лиджен стал самым большим дополнением за историю Варкрафта, если не учитывать те трансформации, которым подвергся мир Азерота в катаклизме. Battle for Azeroth Предпоследнее дополнение наступило на те же грабли, что и Warlords of Draenor. Говорилось, что мы наконец-таки вступим в кровопролитную фракционную войну между Альянсом и Ордой. Великолепные синематики и реклама, которую крутили даже по телевизору, разжигали невероятный интерес. Неужели Blizzard создаст что-то настолько грандиозное? Увы, но надежды фанатов были вновь растоптаны в прах — дополнение оказалось лишь бледной тенью обещанного. 14 августа 2018 года вышел Battle for Azeroth, прозванный сообществом как «Патчка Легионо» или «Сказка о том, как черепаха добралась до воды». А всё потому, что он не привнёс ничего нового, никаких-то кардинальных изменений, ни свежих, кстати, обещанных механик. Чего стоили одни фронты — наобещать чуть ли не РТС в обёртке MMORPG, а на выходе получить какой-то недорейд, в котором даже проиграть почти невозможно. За историей физически больно наблюдать — старых персонажей сломали в угоду сюжету. Закалённый боями орк вдруг предстал перед нами хнычущим дедулькой, который не знает, за что он сражается. Единственным светлым лучом были и есть рейды и подземелья. Радует, что хоть тут Blizzard остаётся себе верно. Shadowlands Последнее на сегодня дополнение — Shadowlands. Дать оценку аддону целиком сейчас сложно, потому что мы увидели едва ли не треть от всего контента. Разработчики учли большинство негативных отзывов, классы обросли новыми механиками, вернулись вендоры PvP-шмота, да и сюжет двинулся в сторону вожделенных тёмных земель. Фишку с ковенантами, фракциями неписей, которые стоят на страже этих самых тёмных земель, можно описать как симбиоз новшеств прошлых лет. Взяли лучшее из гарнизона, оплота и в какой-то мере из артефактов. Обожаете фильмы про Ван Хельсинга и Блейда? Великолепно! Для вас есть целая фракция вампиров с личным подземельем в готическом стиле. Да и вся локация — один огромный замок, наполненный насфератами любых видов и размеров. Вот кровь, увы, сосать не научат. Ну а если вы повёрнуты на природе и красоте освещенного луной леса, а на вопрос, какой ваш любимый мультик, смущённо отвечаете «профейчик Винкс», то вам самое место в Орденвельде, крае ночного народца. Поверьте, вас там примут с распростёртыми объятиями и без осуждающих взглядов. Ну, почти. Возможность в любой момент сменить ковенант позволяет выбросить из головы вопрос, а точно ли я правильно выбрал. Вот такой путь проделала за эти 17 лет одна из самых знаковых онлайн-игр в истории индустрии. Надеемся, Blizzard вспомнит дорогу к сердцам фанатов, и World of Warcraft будет радовать нас ещё не одно десятилетие. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова